Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Как видите, у нас здесь недавно были дожди, намесили немного грязь, но ничего страшного. И началась у нас пора, можно сказать, суета заготовки грубых тормоз. Вот Владимир Семёныч, получается, третьему поколению на путь передаёт, где что как. И всем привет. Мишаня привет передаёт, всем в этом году будет садиться у нас за штурвал и пробовать начинать косить. Когда-то надо начинать. В общем, сейчас начинаем помаленечку навешивать агрегаты. Как видите, Т-16МГ у нас будет агрегатироваться вот с этой вот пальцевой однобрусочкой. Также вон у нас стоит двухбруска. КДП, по-моему, если мне память не изменяет, четыре. Вот, сейчас ей тоже техническое обслуживание проведём. Ну и будем помаленечку начинать. В дворе у нас, в общем, 9 июля. Помаленечку будем сейчас готовиться, так как некоторые люди подходили, спрашивали, поможешь, не поможешь по поводу скрутки, ну, в рулоны. Ну и, в общем, такие вот пироги у нас начинаются. Ну и в то же время сейчас будем с этого вот ангарчика собирать грабли КВВ-6. Ну и пресс-подборщик. Будем то же самое отсюда вытаскивать его. То же самое смажем, прошприцуем, подтянем, затянем. Грабельки вот у меня вот так вот хранились в разобранном виде. Так что так вот. Ну и вот этого стального коня. Второго он у нас ещё запряжён в почво-фрезу. Ну, на днях последний раз прополим наши тыковки и будем почво-фрезу уже снимать до следующего сезона. Отработала она у меня хорошо всё. Кому интересно, видео на канале есть подробное. Как сделано, как работает и тому подобное. Ну, в общем, всё. Приступаем. Где, что, какой акцент нужно будет сделать, я обязательно включусь и покажу. И снова всем здравствуйте. Продолжаем готовиться мы к нашему сенокосу. Сегодня у нас будет в работе наши грабли-ворошилки. Зимовали они вот в этом ангарчике. И с целью экономии места мы колёса эти пальцевые убирали. Сейчас будем их собирать. Также мы на ход поставили второго нашего стального коня. Вот, ЛТЗ-55 будет трудиться с этой сенокосочкой, наверное, уже пятый год. Пойдёт у нас. Здесь кое-какие эти вот прижимы поменяли. Подгоняли всё. Всё вроде нормально. Кому-то данная сенокоска не понравилась. Но, как мне это сказали, не мне, как в группе, унисимаш говоря, самое главное, чтобы работало. Золотые слова. Поэтому мне она всем нравится. Так что, как-то так. Ну, а мы идём сейчас собирать наши грабли-ворошилки. Уточка вот второй выводок вывела. Молодец. Ну, всё, не отвлекаемся. На дворе у нас сегодня уже 23 июля. И, в общем, как-то так. А мы ещё на покос не выехали. Владимир Семёнович вот собирается колдовать всё, как лучше всё сделать, чтобы не заламывало. Так как в движении, как вы знаете, все данные грабли поднимают хорошо. А если, допустим, встал и надо поднять, уже проблематично. Духу гидроцилиндра не хватает. Не духа, его хватает. Его заламывает вот этот вал на эту фигню. Ну, когда в стоячем состоянии. А когда трясётся вот так идёт, оно поднимает ещё. Нормально всё поднимается. Ну, всё, едем, собираем. Как видите, ни ржавинки, ничего. На граблях. Ну, что, уважаемые зрители, настало время нашего пресс-подборщика. Хранился он у меня вот в этом вот ангарчике в самом дальнем углу. Многие уже видели, кто подписан на канал. Сделали ему ТО. Вот так вот он у нас выглядит после хранения. Здесь вот эти вот мы немного запылились, так как я их снимал, чтобы для удобства, когда чистил его, смазывал всё, шприцевал. Ну, здесь грешным делом немного шприцевать, но тем не менее. Поставил счётчик по нолям. Присоединили к МТЗ. Вот так вот у меня всё сделано. Вот это вот, значит, на клапан, на крышку заднюю, а вот это вот на пресс-подборщик. Вот это вот, на подборщик сам. Здесь вот, правда, у меня, здесь как раз вот его видно, когда проверял всё полностью. И у меня вот этот моторчик маленечко шевельнулся и перестал работать. И вот, вот видите, он от хранения, хоть и под крышкой был, но и под закис немного. Я вот этим вот ручным раз этого расшурудил. Протянули. В общем, всё практически за время хранения. Единственное, вот, обнаружил, как стояло на земле. И вот, получилось вот так вот, хоть и в ангаре. Ну, как-то так. Ну, а в остальном, вроде бы, всё нормально. Сезон для него только начинается. В прошлом году мы его когда приобрели на заводе Унисипмаш. У нас, в общем, проработал он сколько? В районе 400 тюков мы рулонов накрутили. Сколько в этом году будет, я пока не знаю. Ну, и всё. Разбирали также. Вот здесь вот муфточки предохранительные, как написано в инструкции. И вон там вот разобрали и собрали, так как они могут слежаться между собой. Не то, что слежаться, а как склеиться своего рода. Ну, как вот здесь вот, допустим, закиснуть. И всё. Кнопочка посмотрел, вроде работает, всё хорошо. Вот. Пружинки мне с завода идут где-то ещё в пути. Ну, как говорится, надо было раньше звонить. Раньше вы пришли. Ну, и вот такие вот дела. Ну, всё. Едем на покос. Покажу вам свою массу. Похвалюсь. Хотя хвалиться нечем. Вот. Продолжение следует... Ну что, уважаемые зрители, вот и приехали мы на наши пенаты, как говорится. Вот чем я хотел похвастаться. Какой у нас урожай в этом году. Сверху, как видите, ходят тучи, хмуро, но деваться некуда. То была засуха конкретно, а сейчас дожди идут. Нет-нет, пойдут, нет-нет, пойдут. Дальше откладывать просто некуда, как видите, вон некоторая травка уже начинает желтеть. Ну что есть, то есть. Ну все, приступаем, в общем, к Синокосу. Как говорится, Синокос 2020 года объявляется открытым. Некоторые уже закончили, а мы только еще открываем. Ну, год на год не приходится, в жизни бывает всякое. В общем, поехали. Шепчет. Ну что, родная, понеслась. Вот такая была бы хотя бы крапка, и то хорошо бы было уже. А как говорится? Ну, это просто. осталась вот такая вот загон очка но приличная своего рода и под вечер уже седьмой час вечера буквально через три часа темно уже будет случилась такая поломка вырвала у меня здесь одну накладочку от прижимного вот вырвала и тем самым два сегмента оторвало здесь прижима разбила в хлам прижимом не вроде есть сейчас посмотрим либо домой поедем либо будем делать скорее всего я думаю домой поедем хотя кто его знает в общем бригадир нашей бригады владимир смеха с придел такое решение что нечего здесь ремонтироваться через три часа все равно темно едем в сторону дома здесь в принципе на завтра дай бог все нормально полтора-два часа работы и все внутри от силы не больше еще тем более по такому травостою так и не охота это ехать сюда в общем как-то так наступил второй день великого сенокоса приехали мы добивать клин отремонтировались в общем передней литовки мы заменили два сегмента я когда начал чистить перед сегодняшней работой и смотрю они даже шевелятся от руки то есть вот эти вот накладки они прошарки это он ведь какие эти этому тоже уже хана скоро придет но сегодня еще не поработает ну а на этой литовки мы полностью ее заменили здесь все новенькое поставили ну и новую литовку поставили как-то так приехал я сегодня в том же составе но с другим трактористом механизатором может быть будущем а может быть и нет вот всем долгожданный михаил вот такой вот уже большой стал сам практически помаленечку все делает но и в этом году хорошо помогает по сенокосу в общем сейчас нашу трехбрусочку настраиваем и вперед добивать этот клин добьем этот клин и скорее всего мы отсюда уедем то что не будем не тратить время не бить технику не жечь солярку будем искать траву в другом месте 10 более-менее все выхватим и все как я уже ранее говорил в общем приступаем к работе так Я сейчас ехал, когда косил, подумал, а он ведь грешным делом раньше меня стал косить. Я в его годах еще не косил, я только помогал с медкой и все. У нас в то время и было, у нас вообще техники не было, когда я был в его годах. Но скоро помощник уже уедет, будет родину защищать. Продолжение следует... Согласен, родственник, примитивно, уже не модно, можно сказать, но зато 6 метров. Грубо говоря, 50 литров солярки на два трактора на весь день. Может быть, чуть-чуть больше. Вчера мы вот покосили, с учетом поломки. Вот Т-16, наверное, литров 12 у нас съел. 13 где-то так вот. И ЛТЗ-55 у нас что получается. Где-то литров 26-25 съел. Но зато площадь ого-го. Если бы была масса, здесь работает дня на три рулонить. Мы то, что раньше, когда в стога ставили сено, мы вот так вот один день поработаем в упор. И потом три дня убираем, метаем. Ну вот, приехали мы сюда в 14.50. 15.50, 16.50. Чуть больше двух часов мы этот клин сделали. А Владимир Семенович говорил здесь ого-го работы. Я же знаю грешим делом по работе. Сейчас этот клинышек добьем. И переедем он туда, небольшенький закуточек. Там еще выкосим. В прошлом году там был ровно прицеп у меня. Это то, что 13 рулонов. И все, поедем в сторону дома. Завтра уже будем сюда приезжать, траву эту прибирать. Сейчас там по-быренькому сострием и домой. Великий сенокос 2022 года продолжается. Третий день сенокоса. Ну, как я и обещал, мы на третий день будем убирать. Убирать будем с помощью пресс-подборщик. Рулонный 150М. Производство UnisipMash. Боковой прицеп, как видите. Так, дальше. Грабливала ворошилки. С шассиком. На них работать будет сегодня первый раз в жизни. Сынок Михаил Владимир Семенович. Дает на путь, как видите. Он сейчас у нас как бригадир тракторной бригады. Ездит на машине. Наблюдает за нашей работой. Ну все. Сейчас, в общем, готовимся. И вперед. Всем привет. Мишка всем привет передает. Вот тут, который поднимает. На себя потяни. А он сейчас опустится плавно. На граблях мы сделали небольшую доработку. Я чуть попозже акцент сделаю об этом. Как видите, прикреплены они у нас здесь вот так. А здесь вот как. Вот, как видите, в стоячем положении поднимает он без проблем. Все заводское. Ни в движении ничего. В движении, конечно, он еще лучше поднимает. Все, нотация пошла. Эх, сенцо. Хоть чай запаривай. Здесь вот еще более-менее волок. Ну а там дальше скудные будут, сто процентов. Ну нам тоже некогда стоять. Будем готовить наш пресс-подборщик. К работе. Выходить из транспортного положения в рабочее. А делаю я это вот так вот. Как я дома вот так вот все прицепился, так я вот и еду. Приехав на покос, я делаю следующие вещи. Берем кувалдочку. Поднимаем кожух. Когда вот этот палец хорошо выйдет, а когда его подклинивает. Поэтому я его выбиваю. Я очень много думал, для чего завод сделал именно вот такую вот завитушку. Ну как бы вопросы задавал сам себе. Мне не ясно было. Ну а когда приезжаюсь на покос один, его проблематично. Необходимо надо будет вот этот вот рычаг на себя послать. Но он, как видите, уже с помощью пружины обратно туда уходит. Я всегда то там молотки, то-то-то-то, то не хватает вытащить. В общем, всякие вещи были. А потом как-то я беру и вот этот вот вставляю вот сюда вот. Вот. Вот он прям все четко подходит. Вот так вот. Все. И теперь буду из транспортного положения переходить в рабочее. Запускаем двигатель. И сдаем задним ходом. А, передним, наоборот. Нам же вперед надо. Все. Затем я беру и вставляю вот в это отверстие. Вот, как видите, он не входит, да? И я точно так же еду дальше. Бывает, начинаю работать. Бывает, просто подъехать надо. После того, как эту процедуру сделали, идем, отпускаем подборщик в рабочее положение. То есть, вот этот крюк должен выйти сюда, чтобы у нас подборщик опустился. Для этого здесь вот откручиваем до конца. А этот закручиваем наоборот. Все. У нас опустился. Розетка у нас в вилке. Все. Мы можем смело начинать работать. Веревка у нас заправлена здесь. Вот. Ходит здесь. Ну, маленечко можно подтянуть. Хватит. Так, шплинтик не забываем. Все. У нас пресс-подборщик готов к работе. Замечательно чешет. Ну что, вот и наша загоночка пошла. Отпускаем подборщик. В плавающее положение. Включаем вон. И погнали крутить. Все. Как видим, палец залетел. Вон он. Сейчас, когда у нас рулон наполнится, чтобы лишний раз не прыгать с трактора, мы кожух закроем. Вот и кнопочка наша просыпаться начала. Сейчас уже будем закручивать, шпагат завязывать. завязывать. Я думаю, достаточно. Пока едем по этому повалку и в то же время смотрим наш киф. Как быстрее начнет крутить, так сразу же остановимся. Останавливаемся. Все. Останавливаемся. Останавливаемся. Так, в принципе, можем кожух же пойдем закроем. КОНЕЦ 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 Ну и все, открываем. Довели, и мы с вами забыли сделать одну вещь. Вот такой вот первенец у нас получился. Вполне классный, ровненький. Так, это туда. Не обнулил я. И едем дальше, работаем. Время от времени, когда с утра, допустим, пораньше, смотрю на вот эти валы. То, что сенцо немного волглое, и особенно на вот эту сторону, как видите, накручивает вон, видите. Но потом, когда сено подходит, все идет замечательно. Сейчас снова чистить пойдем валы. Вот такой красавец выкатился. Плотность отменная, пользуясь случаем, завяжем сразу. Вот это вот все прочищаю. Время от времени. На этот вал немножко накрутило, а на тот уже подходя. И если за этим не следить, можно выломать, заломить вот эту вот планочку. Тело это недолгое. Дольше будет потом выпрямлять. Погода просто холодноватая. Передавали на сегодня на день плюс 14. Можете себе представить. Дело к осени идет. Ничего не сделаешь. Все. И едем, работаем дальше. Эх, Сенцо, сам боял. Так, здесь все нормально у нас. Здесь нигде ничего не подкапывает. Все good. Продолжение следует. Сever własность oreя. Продолжение следует... 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 Может быть 5 метров, а может быть 100 метров Теперь берем из этого положения И оставляем вот сюда И едем спокойно домой В общем, вот так вот, меня шплинт этот выручает Он залетит сам О, вот видите, сам залетел В общем, вот так вот, меня шплинт этот выручает Так что так Все, в сторону дома И снова всем здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семенович Ну вот и завершились наши великие дни 2022 года по заготовке грубых кормов Я думаю, что пора делать итоги Анализ какой-то, ну и тому подобное Как у нас этот великий сенокос 2022 года проходил Ну, я думаю, правильнее будет, если мы будем идти по порядку То есть, как заготавливаем мы грубые корма Так и будем технику, как говорится, анализировать Начнем с сенокоски, затем грабли И закончим пресс-подборщиком В общем, приступаем В общем, косили мы на двух тракторах, как вы видели На шассике была пальцевая однобрусочка На ЛТЗ 55А Вот такая вот беспальцевая КДФ-4 2013 года выпуска Вот такая вот она, может быть, кто скажет Не культяпистая Двухточечная То есть, вот под брюхом, под мотором Цепляется И сзади за навеску В целом, мне эта сенокоска очень нравится Но, как говорится, все равно На такой сенокоске немного она и прихотливая Ну и в то же время Необходимо работать с головой Что у нас на этой сенокоске было Так Заменили мы, в общем, вот эти вот верхние полотна Здесь вот тут у нас рвало наконечник шатуна Или головка шатуна, она называется Что здесь, что здесь Меняли также мы ремни Заменили Так как я весь прошлый сезон откосил на одних и тех же ремнях Но мы их в этом году на зиму снимем Да можно и сейчас, в принципе, уже снять Также, что у нас на этой сенокоске было Как видите, заменили мы колесо В самый такой жаркий момент Под вечер у нас оно Вот в этом вот месте Вот он, видите, старая ось Вот так вот ее обломило Старое колесо и все Пришлось делать новое Вот Везли Техника ночевала у нас в этом В поле На следующий день привезли бензогенератор Ну и сварочные работы Все подручные были Затем В этот год, как сами понимаете Был у нас неурожайный Приходилось лезть и во всех Куда только, в общем, можно И вокруг болот окашивали Вдоль реки И там, в общем, везде, где угодно было Хоть и корпус мы усиливали весь Но, тем не менее, вот здесь вот Тоже вот у нас рвануло И все Больше таких больших поломок По данной сенокоске у нас не было Эту сенокосочку делают в Омской области Забыл, как этот Населенный пункт называется По-моему, Ульяновская Если я не ошибаюсь Ну, кто знает, поправьте меня Напишите в комментариях Но, также, в планах На будущий год, может быть Приобрести роторную сенокоску Именно для тех целей Чтобы разрабатывать поля под сенокосы Вот, допустим, Бог его знает Какой будет следующий год Один год разработал Прокосил на роторке Второй год уже можно смело Заходить на вот этой вот Четырехметровой сенокоске И дальше валить массу Следующий у нас сельхозагрегаты По заготовке грубых кормов От производства Унисипмаш Это вот грабли ГВВ-6А И пресс рулонный 150М Но прежде чем Начать о них рассказывать Расскажу предысторию Как вообще появились они у меня В не таком далеком году В 2019-м На районе Стал замечать Вот такую вот зеленую технику Мы еще в то время Готовили по старинке Поперечные грабли Толкающие волокуша Вот этот у нас шастик Был как стагомет Ну, в общем В скирдах, в стагах В зародах Кто как их называет Ставили сено А большая проблема Стала у нас в медчиках Не именно у нас А вообще в целом Даже в хозяйствах То же самое Люди не хотели Идти метать сено Просто вверху завершить И все Платили как бы хорошие деньги За это дело Но люди как-то не шли Ну и со временем Вот сами хозяйства Начали переходить И частники Ну и вот Как говорится И мы не исключение В 2020-м году Я начал заниматься Этим вопросом Узнавать Что, как, какой Лучший пресс На производстве Унисипмаш На тот момент Выпускались ПР-180 По-моему ПР-110 ПР-145 И вот этот ПР-150 Но у нас Почему-то В районе В основном Брали Вот этот вот ПР-150М Почему? Бог и знает Не знаю Но мне Он тоже Больше всего Понравился Чем ПР-180 ПР-145 ПР-110 А у него Одно единственное Отличие Это Вот Боковое Дышло То есть Пресс-подборщик Идет не За Трактором Посередине А идет Сбоку Почему именно Я боковое Решил взять Так как у меня На тракторе Стоит вот такой Вот погрузчик И на нем Вот Как видите Здесь вот поперечины Вот у меня электродина Насколько Наверное Сантиметров Сорок Ну вот Практически Сорок сантиметров Составляет Клиренс Ну и то есть Волки Соответственно Я подумал Так что Будут всякие Плюс у меня 82 Кардан Незакрытый Вот Будет наматывать Все вот это вот Дело А если Будет он Идти сбоку Будет В общем Все хорошо В общем Я не на минуту Не пожалел О своем выборе И приобрел Вот такой вот Пресс-подборщик ПР-150М Но В 2020 году Когда Начал узнавать О нем В наличии Их к сожалению Уже не оказалось Так как Их уже Разобрали Но Мне Сотрудники Этого производства Подсказали Говорит Если как говорится Финансами Располагаете Можете Приобрести Его Мы цену Зафиксируем А как раз В 2020 году Были такие Нестабильные Времена Когда Цены Очень сильно Прыгали Металл Тому подобное Все это было Дело И на тот момент Как бы Финансы были Расплатился Приобрел Ну и потом Что получается Когда они Приступили К производству Этих Пресс Подборщиков Что получается Я в феврале Месяце Стал счастливым Обладателем Вот этого Вот Чудо Сельхозтехники От производства Унисикмаш Ну в общем Как то так Вот такая Вот у меня Была Предыстория При покупке Вот этой Вот Заготовительной Техники Но этом Тоже Чуть Чуть Попозже Что касается У нас Граблей ГВВ 6А Вот они Как Тоже Приобрел Их Я с завода Здесь Практически С ними Ничего Не случилось Нигде Ничего Не лопнуло Ну мы Правда Обильно Смазываем Смазочкой Следим За ними Более Или менее Как бы Но ничего Такого Не было В 2021 Году У нас Что получилось Намотали Мы 400 Рулонов И в этом Году Порядка 800 И вот За 1200 Грубо говоря Рулонов С ними Не случилось Практически Ничего Почему Практически Потому что В этом году Буквально На последней Загоночке Вот Видите Один этот Сломался У нас Зуб Ну это Ничего страшного Так как Изначально Покупал я С центральным Колесом Эти грабли Мы поработали Буквально Полтора дня И на второй День Мы Это Центральное Колесо Сняли Так как Нам оно Не понравилось Сначала Я не понимал Из-за чего Что и как Эти Рулоны Косые были Ну а потом Примерно Так как Центральное Колесо Ну как Смещало Массу Траву На одну Сторону Ну и здесь Соответственно То же самое Больше шло По одной Стороне И в результате Немного Косоватые Нормально Все Ну чуть Чуть Как говорится Не Гляделись Не к глазу Были Вот Потом Когда это Центральное Колесо Сняли Стало Все Хорошо Ну и В прошлом Году Как я вам Тоже Говорил Делал обзор Собирались Мы Даже у нас В начале Видео Как вы видели Что мы Планировали Установить Либо второй Цилиндр Либо мощнее Поставить Гидроцилиндр Но Обошлись Как говорится Малой кровью Вот сверху Вот эта вот Перемычка Должна стоять Вот здесь Вот А сам Этот Гидроцилиндр Сюда смещен И мы В результате Просто Сместили Гидроцилиндр Ближе К этому Вот Штоку Грубо говоря Вот А здесь Вот Вот в этом месте Мы Заменили Штуцер Изначально Там стоит Вот такой Вот И в нем Такое Вот отверстие Вот Если видно Его Вот Небольшенько Там буквально Может быть 2-3 миллиметра Скорее чем Миллиметра 3 Мы Мы Взяли Вот Такой Вот Клапан Гидравлический Который Уменьшает Поток Гидравлики В рукавах Высокого Давления Вот эти Вот Ну как Клапана Стояли На Стояли на Вот Этом Шассике На Подъем Кузова Затем Мы Взяли Вот Такой Штуцер Поставили Вот Так Вот Вот Таким Вот Способом Вкрутили То есть На подъем У него Уже Давит Через Такое Вот Отверстие То есть Он Туда Уходит А на Спуск Он Закрывает Вот Это Отверстие И идет Уже Чисто Через Маленькое Такое Отверстие Ну и Вы Как Говорится Видели В Видео Как Эти Грабли Работают Над Этом Шассике Здесь У нас На шассике Стоит Вот Он Сдвоенный Насос Масляный НШ 24 24 Ну в общем Я практически На этих Граблях Может быть 2% Из 100 Работал В основном Работал у меня Сын Михаил И Мой отец Владимир Семенович Вот Сейчас Небольшое Видео О том Об этой Работе Мой отец Мой отец Мой отец Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 для шассика не само то не легкие и не тяжелые колбасит но не так уже но мы продолжаем работать дальше рулонить ну и кому понравилась такая наша небольшая доработка переделывайте и будет вам счастье такое же как и нам но сейчас переходим к нашему пресс-подборщику пресс-подборщик у меня в эксплуатации второй год получается за это время намотал я не много не мало 1200 рулонов кто-то за сезон до 3 до 3000 наматывает ну у кого как по работе работают всякие некоторые там немного работают там 300-400 намотают а поломки более там и серьезные небольшие и тому подобное ну сейчас я вам расскажу что случалось у меня по поломкам в целом пресс-подборщик понравился очень сильно если первый год я когда им работал ну как бы не шибко знал что как тому подобное очень долго под него подстраивался под плотность все и общем под конец сенокоса я уже более или менее знал как на нем работать чувствовал грубо говоря по технике же чувствуешь когда на ней долго работаешь и вот уже в этом году когда я начал крутить я вот эту вот регулировку кнопочки по плотности я ее даже не трогал я весь вот этот сезон от рулоне с этой вот регулировкой мне все это понравилось и люди кому я рулоню были довольны плотностью рулона а это самое главное для нас в этом году помимо основных покосов нам приходилось искать другие покосы заезжать на заброшенные как говорится земли где там ямки кучки муравьиные большие ну кто знает тот в теме поэтому у меня в этом году вот это вот колесико она и сейчас как видите кривое загинала вот эту вот пластину два раза вот но загинала ее при поворотах вот такая у меня поломка ну с помощью любимого российского инструмента этой кувалды это все устранялось и дальше мы продолжали работать но все равно я запасную вот эту вот кронштейн колеса приобрел также однажды у меня под вечер буквально оставалось там намотать около в районе 20 рулонов у меня прекращал работать вот этот вот механизм сейчас вам как видите вот от руки все крутится а проблема была в чем вот сюда вот может быть по моей вине может быть нет в общем может наливалась вода или бог узнает вот здесь вот стоит подшипник и он заклинил я что вы ну как из этого положения вышел я в общем вот это вот все дело разобрал вытащил вот это вот колесико ну подшипник мне в поле не получилось почистить вытащить но я общем поставил вот этот вот валик ослабил его его ну прям на валике с валиком крутился и так вот я в общем докосил а вот здесь от гаечки здесь вот освобождаешь и вот он видите вон торчит вот он сюда просто на вот эту вот железку упал и все никуда не девался но тем не менее работал вот домой приехал на следующий день с утреца взял почистил даже купил новый подшипник уже думал поставлю нет я просто взял снял сальничек он сильно был засорен почему-то продум промыл солярки смазал графитовой смазкой все у меня по сей день работает вот видите так видите от руки все в целом механизм не этот нравится вот нитку я использую второй год вот космоланк это не реклама но тем не менее она мне очень нравится в ней 3000 метров поэтому я очень сильно доволен здесь вот прям хорошо подтягиваем то есть прилично так она под большим упором даже идет нитка то есть натянута на шкиве здесь вот как видите от меня 2 ну а если от пресс-подборщика третий вот шкив я вот так вот наматываю два раза чтобы нитка не проскальзывала ну и сюда ну и как вы видели в видео в прошлом году у меня очень много было раз ну и то что много там три или четыре раза когда я набирал камеру полную сеном и останавливался то есть и подавал нитку после этого посмотрев видео добрые люди мне подсказали что делай эту процедуру во время движения по волку и в этом году я стал делать так как мне подсказали все это проблема ушла ушла на совсем то есть сюда ни разу не намотала но единственное было мне что в связи с этим бывало что у меня набивалась полная камера и меня пресс останавливался срабатывала меня вот это вот муфта ну я тоже самое выходил из такого положения при опускал вот идет крючки чуть-чуть вверх приподнимал при опускал камеру там буквально на 5-10 сантиметров она начиналась заново крутить и все нормально шпагат обвязывал рулон поэтому вот так вот у меня было на самом подборщике за вот эти вот два года за 1200 рулонов ни одной спицы пока не сломала ну хоть и говорят что сами заводские спицы которые стоят но он видите немного подогнуло но ничего страшного тем не менее не на месте сами заводские спицы они хорошие а потом когда начинаешь покупать менять их там либо качество другое либо бога знает либо просто самого завода необходимо покупать ну пока еще не касался этого спицы пока все целые ломался мне еще чистик по моему он называется вот вот здесь вот он стоит и вот как видите вот видите отломан то есть он здесь должен защищать вал чтобы не наматывал а на него это был по моему тоже выходной день возвращался я уже со светом домой не почистил его а дома когда начал чистить и обнаружил это заснял видео отправил на завод сказали что гарантийный случай вот ну и соответственно вот приобрели вот такую запчасть то же самое чистик но правда до сих пор не поставил вот и сейчас смотрите чем он отличается не только что светом но и вот видите на старых на который завод устанавливал вот видите вот эти вот места цепи по-видимому до задевается что с одной стороны что вот с другой стороны видите она новых вот ведь они уже закругленные то есть завод изготовитель это дело видит и уже прислушивается к нам к потребителям хоть и мелочь но глубоко приятно это пожалуй все те поломки которые мне произошли в этом мы в прошлом году а так в основном регулировки идут вот здесь вот муфточку разбирал я просто разобрал собрал вот это вот муфточку тоже самое разбирал собирал если она мне в прошлом году по моему раз срабатывал в этом году она мне 1 6 срабатывала но это все из-за обмотки но как бы долго захватывал а сено все хапал и хапал вот в результате к камера переполнялась и все также у меня происходили регулировки вот это вот цепи вот этим вот натяжником вот этот маленечко выравнивал я так как он захватывал одной только этой стороной его потом выровнял он полностью по всей плоскости успокоитель стала захватывать вот так же в группе унисипмаш писали что некорректно работает счетчик рулонов не знают у меня шоу вместе с этим с рулонником этот счетчик я установил здесь ты тут вы нормально все что прошлом году что в этом прошлом году у меня рекорд был на работать за день 92 рулона в этом году у меня 86 но я бы этот рекорд побил если бы не произошла поломочка ну поломочка это произошло по ввиду того что попала палка большая камера была практически полной и в этот транспортерную цепь в результате меня на два звена перекинулась цепочка мне пришлось остановить работу ехать домой но об этом я сниму видео более подробное и более короткое чтобы четко по существу ну а так в целом мне очень сильно понравилась вот это вот сено заготовительная техника если в прошлом году я когда только накосил ну прибрали на рулоне ли я не знал как буду управляться и тому подобное зима прошла управляюсь я с помощью вот этого трактором tz82 рулоны подаю прям в кормушке это не этими не крючком все на дергать из того у меня сейчас этот крючок предназначается только для спуска и подъема картошки в погреб до этих катисок с мордушками с эти с речки доставать и все очень удобно в видео вы конечно же видели как я передвигаюсь с этим пресс подборщиком вот единственно только убираю из транспортного положения в рабочее положение а вот это вот гидравлика все присоединяется куда надо вот стоит вот такой вот меня палец я единственная только вот так вот обрезал вот чтобы он здесь не мешал вот он как видите кожух на кардане он весь целый за два года эксплуатации нормально все то есть он ничему не мешает прессом я полностью всем доволен как слон мне конечно сравнивать не с чем я на других прессах больше не работал но даже наш населенный пункт взять у нас практически все частники работают но таких вот боковых пр-150 м гидравлику я подсоединил через гидравлические экраны вот они меня два крана это идет у меня на подъем открывания задней крышки пресса то есть их перекрываешь вот эти вот гидравлика то есть не работает сразу идет масло на крышку то есть допустим он выходит 30 секунд заходит 30 секунд то это считаю минута даже взять 60 рулонов это час простоя и с той стороны у меня стоит на сам подборщик кран это то есть он запитан под стрелу вот эту вот то есть вот так вот сделал у меня подборщик начал работать вот так вот обратно сделал я стрелой начал работать то есть приезжаю домой на рулоню закончил рано покушал силы как говорится есть желание есть и отцепил вот три рукава высокого давления отвернул отцепил это краны переключил и поехал за рулонами в общем как-то так подборщик работает прекрасно ну то есть копирует рельеф земли некоторые тоже вот в группе состою там кто-то в одну сторону поднимает кто-то наоборот опускай также говорят что на этот на ту сторону необходимо гидроцилиндр но я бог знает нужно это ли не надо не сказать сказать не могу меня так все устраивает зачем он нужен с другой стороны если он прекрасно копирует в транспортном положении он поднимается там крючочек цепляется и здесь тоже самое все нормально идет что еще касается электричество пресс-подборщика кнопочка меня как я уже сказал не подводила не ломалась как и в прошлом году настроил так она мне до сих пор и работает также мне товарищ приехал как могут так вот подцепили в розетку там вот этот провод идет под панель на штатное отверстие я вывернул болтик в кабине сам пульт у меня находится перед этим перед глазами всегда то есть лампочку когда будет загораться сигнализировать что камера полная уже не проморгаю ну и вот с того времени это вот уже больше года мне этот пульт я его даже не отсоединял вот единственное только что вот эти вот провода я в кабину кладу на зиму и все мне ничем не мешает вот единственное только что от мороза видите маленечко полопалась но здесь изолента обмотаю и все что касается резьбовых соединений в этом году у меня ничего нигде не открутилось я конечно же при техническом обслуживании кое-какие там детали пробовал но везде все было затянуто если в прошлом сезоне я перед эксплуатацией ну то есть после завода я протягивал резьбовые соединения каждый болтик где-то они поддавались протяжки где-то нет ну и потом после недельной работы эксплуатации то же самое протянул где-то какие-то поддались какие-то нет и все больше все нормально что касается сварочных работ нигде у меня на этом пресс-подборщики ничего не лопнуло не треснуло не отвалилась тут фу как говорится не сглазить бы вот эти два сезона все нормально я не знаю конечно что на это способствует может быть крепким не пресс-подборщик попался может быть сама конструкция pr 150 м она как-то получше бог и знает по нему почему-то как бы и нареканий нет его в простонародье в группе называют почему-то бегемотом может быть потому что он сбоку так смотрится что от трактора идет может громоздко как ну не знаю вот но тем не менее так зовут его поэтому все мне этот пресс понравился все меня устраивает может быть на том что он мало работает некоторые по как я уже сказал по две по три тысячи рулонов крутят ну 1200 рулонов грубо говоря это тоже немало но тем не менее в общем за этот вот период времени за два сезона меня ничего такого глобального не свершилось гидравлические рукава все нормально нигде ничего не соплива не текут все хорошо здесь как я уже видели установила такие вот резьбовые соединения муфточки неразрывные вот такие как-то им больше доверяю в этом году и как видите мыть не стал просто продукт продувочным пистолетом и все так как в прошлом году когда выставил видео я его помыл весь ну и своего рода у зрителей сделал большой резонанс кто-то за то что помыть все а кто-то против что будет вода попадет там в эти в подшипники в цепи тому подобное все как видите он не ржавый ничего мне после этого ну и поэтому чтобы этот резонанс не делать просто его продул тряпочкой протер и все также при выборе пресса я имею ду производителя не марки пресса производителя меня очень привлекло именно вот унесет маш ввиду чего я то что немало просмотрел этих роликов в соцсетях вот и там вот было очень много тех моментов где были какие-то недостатки а буквально на следующий год они устранялись вот на тот момент когда я покупал сравнение по моему с девятнадцатым годом здесь было со шпонками проблема все там нормально сейчас вот с этим вот была тоже проблема он по моему чуть-чуть длинноватый было при воротах при поворотах он упирался пришлось обрезать здесь сейчас тоже самое все нормально на новых сейчас пресс-подборщиках я знаю что доработали обматывающий механизм потом вот эти вот для удобства чтобы снимать здесь уже отверстие сделать то есть расслабляешь и снимаешь вот у меня уже на вальцах вот прямоугольные вот эти планки стоят что очень сильно влияет для плотности рулона вот ну и что-то еще было вот даже элементарно как я уже сказал вот здесь вот закруглили уже мелочь но очень приятно также сейчас буквально вот тоже с группы пришло сообщение они буквально с сегодняшнего дня с 22 сентября приступают к производству новых прессов на 2023 год вот то есть там тоже может быть какая-то какие-то уже доработки будут у меня также вот сравнение с тем с 19 годом вот это вот шестеренка уже идет металлическая у них пластмассовая шла здесь этот будет наверное у новых прессов планка такая чтобы сено не вываливалась но у меня она как бы не вываливается прессу я кстати на этом пресс подборщики на 3 скорости пониженной пробовал я на 8 но может быть у кого-то там вот посмотришь на полях там в лугах или еще что-либо вот у меня еще на покосе можно разогнаться на это на 8 допустим скорости понижены а вот другие покосы мы обрабатывали ну несмотря на то что и кабина большая но с нее можно вылететь или шишки набить и это все трясется другой стороны куда торопиться я не знаю меня и так все устраивает они рулоны получается очень хорошие вот в общем как-то так глотает он абсолютно все бывает даже вот на граблях что-то но сильно забьет допустим подъезжаешь и помаленечку начинаешь подъезжать там на первой скорости все помаленьку помаленьку и проглатывает до речи нет может быть чуть-чуть бы там буквально на 10-15 сантиметров пошире бы был бы захват подборщика было бы уже совершенно другое все а так молодцы ребята хорошие делает сельхоз орудия самое главное к нам прислушиваются конструктора поэтому и воплощает это наши идеи в жизнь но сейчас давайте посмотрим на небольшие фрагменты на что я делал акцент при работе на этом пресс-подборщики а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...